Арка знаменитого дома с кошками в районе Патриарших закрыта для прохода жильцов. Теперь в этом проеме расположился ресторан. Памятник культурного наследия, достопримечательность столицы, по мнению москвичей, незаконно захвачена и используется не по назначению. Но пока жильцы пишут жалобы в прокуратуру, ресторан в арке их дома продолжает приносить доход одним и портить аппетит другим. Наш корреспондент Дмитрий Блинников попытался поговорить с руководством. Вопиющее, беззаконие и наглость. Так описывают ситуацию в доме с кошками его жильцы. Наш собственников просто топчут. И мы никто. И на нашей собственности, что хотят, то и делаем. Коммерсанты захватили арку, проход во двор и устроили в ней ресторан. Вот как здесь было раньше. А стало так. Вот она арка, которая теперь стала... А это вот где? Вот они столики, да, вот люди сидят. Дому 120 лет. Смешение жанров. Модерн, готика. Фасад украшен фигурами шипящих кошек. Говорят, что именно они вдохновили Булгакова, который жил по соседству, на создание образа кота-бегемота. Безусловно, этот дом является достопримечательностью, конечно, благодаря своему декору. Но благодаря тому, что это доходный дом 1902 года, безусловно, тоже. А еще тут работал литературный салон, где читали стихи поэты. И даже Квентин Тарантино во время визита в Москву специально заехал сюда. Любые работы в доме, который является памятником культурного наследия, запрещены. Однако весной здесь появились рабочие. Арендуем по договору аренды это помещение. Какие к нам вопросы? Жильцы забили тревогу. Наша программа сняла сюжет. Чиновники признали захват городской собственности. Водали в департамент городского имущества и сказали, да, есть арка. Жители ждали, что все наладится. Но ресторан спокойно достроили и открыли. Никто ничего не делает. И сейчас здесь на улице есть и веранда. Веранда, понятное дело, тоже незаконная. Посетители курят, выпивают, а мимо ходят дети. Вот детский сад, и вот там школа. В общем, ты мимо вот это вот выходишь и все это смотришь. Мы хотели поговорить с руководством. Через главный вход не пустила охрана. Отправились к запасному. А там повара на страже. Перед нами захлопнули двери. Но сказали, что заправляет всем гражданин Австралии. Вот он. Это для москвичей тут знаменитый дом кошек и памятник культурного наследия. Австралиец назвал место просто пещерой. И вообще своей жизнью в России, судя по видеороликам, вполне доволен. Московская прокуратура организовала проверку. По результатам прокурорской проверки, индивидуальному предпринимателю и коммерческой организации внесены представления об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. А в департаменте культурного наследия нам сообщили, что намерены судиться с коммерсантами. Факт самовольного захвата был подтвержден. И сейчас проводится судебно-претензионная работа. Вопрос находится на контроле. Сколько будет длиться судебный процесс, неизвестно. А ресторан, тем временем, продолжает работать. Дмитрий Блиников, Дмитрий Малышев, Максим Брагин, Павел Летников. Птица, сирен и химеры. Доходный дом в Большом Казихинском переулке взяли под охрану государства. Здание — яркий образец московского модерна. Необычные элементы его фасада не повторяются больше ни на одном строении. В начале 20 века в здании находилась нелегальная студенческая библиотека. Позже — литературное издательство. Сейчас это жилой дом. В ближайшее время шедевру архитектуры предстоит пройти историко-культурную экспертизу. Репортаж Юлии Парфенюк. Своё название дом с кошками получил из-за лепных изображений на фасаде. Оконы проёма украшают шипящие животные с выгнутыми спинами. А ещё химеры, головы лисиц, а под карнизами разместилась райская птица сирен. И капители — в виде женских голов в средневековых шлемах. Богатый декор в перемешку с готическими мотивами вроде проездной арки — образец раннего московского модерна. Было несколько мастерских скульптурных, которые делали типовые элементы. И они могли повторяться на одних и на разных домах. А для этого дома совершенно очевидно, это была уникальная работа, и они больше нигде не повторяются. Изначально на участке, ограниченном современными Большим Казихинским и Богословским переулками, располагалась небольшая усадьба. В 1902 году эта территория перешла к московскому купцу Казимиру Клинксланду, который застроил её доходными домами. Второй находился во дворе владения, но в 70-х годах его снесли. Как и многие другие жилые дома, дом на Большом Казихинском переулке не раз ремонтировался. Однако это единственное здание архитектора Гавриила Иванова, которое сохранилось практически без изменений. Работы этого архитектора в Москве встречаются не так часто. По документам, его фамилия связана с пассажем и средними торговыми рядами, которые давно признаны объектами культурного наследия. В рестор может попасть и дом с кошками. Здание, получив статус выявленного объекта культурного наследия, находится под государственной охраной, и его архитектурный облик подлежит сохранению. Любые работы по дому возможны только под контролем Мосгорнаследия по реставрационному проекту. Но дом с кошками — это не только уникальная архитектура, но и памятное историческое место. Здесь уже находилась нелегальная студенческая библиотека, связанная с народовольческим движением. А уже позже, в 1908 году, здесь было издательство «На распутье». Сейчас это жилой дом. Зданию предстоит историко-культурная экспертиза. До тех пор она будет находиться под охраной государства.